Здравствуйте, дорогие друзья и враги! С вами я, Евгений Понасенков, и это эфир канала Здравого Смысла. Сегодня у нас, нет, не Новый Год, хотя мы свободны люди и можем назначить любой праздник на любую дату, я вообще по датам не живу. Просто вы, подписчики, многие из вас попросили меня прокомментировать дело первые два заседания по существу одного ленинградского комического такого истерического типа. Я думаю, что вы догадываетесь, что речь идет об Олеге Соколове, которого, я напомню фабулу, был такой преподаватель, сотрудник СПБГУ, которого выловили в речке Мойка в обмоченном виде и с двумя руками, что характерно чужими. Но до этого он прославился единственным тем, что украл мои научные концепции, за что он поплатился в том числе и 29 октября прошлого года. А, кажется, 7, да, 8, 7, 8, по-моему, да, 8 ноября, то есть через несколько дней, он умудрился, кстати, жесточайшим образом убить и расчленить свою сожительницу. Вот, то есть это как бы фабула. Но я еще здесь же сразу скажу, напомню вам, что я предупреждал о том, что очень опасен и обращался официально к его руководству, записал ролик для этого же канала. И ролик вышел в сентябре 2018 года, почти за полтора года до убийства. Я говорил, увольте его, он опасен. Уже цитировал заявление девушки, которую он, по ее словам, Екатерина Прожиготская, истязал, то есть избивал, подвешивал за волос. Страшная там история еще несколько лет назад. Но руководство СПБГУ на и опубликованное в прессе заявление девушки, и на мои ролики, и на экспертизы Российской Академии Наук, которые доказывали, что Соколов украл мои научные идеи, не отреагировало. То есть, видимо, руководство решило опозорить себя и ВУЗ, и в итоге так и произошло, потому что, конечно, кровавый такой страшный человек, убийца, расчленитель, это страшный позор для ВУЗа на весь мир. Я пытался предупредить, я всегда, знаете, я как всегда, к сожалению, оказался прав, просто вот как Ванга и Нострадамус, но, видите, мы живем среди, как говорил Виталий Акельчев, живу среди, дальше узнайте цитату в интернете, среди кого. Да, кстати говоря, если мы уже заговорили о шампанском, да, то я вам представлю и моего сегодняшнего, так сказать, визави, это бокал эпохи Наполеона, настоящий подданный бокал, ему 210 даже, ну да, 200-210 лет. Это флют, форма флейта, и именно эта форма является правильной для шампанского, именно это, когда происходит вот это наслаждение, вы видите, наслаждение, игра от самого, так сказать, начала, видите, как оно искрится, это шампанское. Вот, и вот было два заседания, ну что я могу, во-первых, заметить по тому, как Олег очень, знаете, как-то тщательно, манерно, долго, много причесывает остатки волосиков, так сказать, прикрывая плеш, вот, из этого я могу научно заключить, что тот вазелин, который я послал по направлению, он, по всей видимости, достиг, так сказать, цели, достиг цели. Ну, и я повторяю, что, поскольку мы сегодня говорим о науке фактически, да, конечно, и преступлении, но так или иначе у меня ко всему научный подход, то не обязательно, не обязательно о серьезных вещах, о научных вещах говорить, знаете, с таким тупым, излишне нудным, деланно серьезным видом. Поверьте мне, и не только мне о классике, что самые большие глупости в мире совершаются именно с этим, с серьезным выражением лица. А часто весьма умные поступки, прожекты, идеи, деятельность, она легкая, как и все гениальное. Все гениальное и просто, и легко, и, в общем, это, конечно, надо родиться. Так что, ну, много произошло интересных событий. Олег умудрился отказаться от своего феноменального, кстати, совершенно адвоката, товарища Почуева, которого, как я, ну, по-моему, как бы это лучше сказать в эфире, по моему мнению, по моему мнению, прислали с самого-самого, вот, по поводу самого верха скоро будет все опубликовано. Вот, один министр, как вы знаете, дружок Соколова уже потерял зимой министерский пост, как я обещал, я всегда держу слово, но я думаю, что они все должны закончить ровно, как и Олег, вы сейчас кадры эти увидите, так вот, от Почуева он отказался, конечно, это печально, потому что меня Почуев в качестве защитника Олег устраивал полностью, потому что Почуев, вы знаете, он больше, ведь, говорил не про несчастную Настю Ещенко, да, а на пресс-конференции везде больше говорил про меня. И же пиар, пиар это, ну, самое прекрасное, что есть сегодня для, так сказать, продвижения своих талантов, и я хочу вообще отметить, что я так благодарен и вот этому, так сказать, Олегу, да, и его всем дружкам, которые на самом деле мы не столько дружки, сколько враги мне, у нас же дружат не с кем-то, а против кого-то. Они за последние годы, напав на меня всей махиной, всей и чиновниками, и Олега поддерживали в СПБГУ, потому что ему даже предоставили бесплатных адвокатов СПБГУ, я не понимаю, на каком юридическом основании, почему за деньги налогоплательщик это происходило. Вот, и за ним стояла огромная машина. Это чиновники, это СПБГУ, это колоссальная машина. Это, значит, там какой-то еще лысый сталинист с каналом-миллионником, посмотрите, совершенно лысый, там еще какой-то, у него то ли подсобный помощник, то ли кто-то заикается, а этот, я не помню, кем он, то ли сантехником, то ли кем он работал раньше. Ну, неважно, в общем, это все одна и та же компания. Смысл в том, что вот это все ни канал-миллионник, ни огромные чинуши, ни его же еще комическая ряженая псевдоармия тоже, как мне эти три года, все эти вот, вся эта, так сказать, стада мне гадила и мешала жить, но, видите, не помешала жить, а только я расцвел. И благодаря их пиару, их такой, значит, информационной поддержке, моя монография, ну, это, в общем, наслуженно, она стала бестселлером среди не только научных книг по истории, а среди всех изданий научного свойства, всех научных дисциплин. И сейчас продано более ста тысяч экземпляров, поэтому я поднимаю свой бокал. И, конечно, все мои вот эти вот украшения, это, кстати, один из моих любимых перстней, это Лондон, Англия, последняя четверть, последняя четверть XVIII века, огромный, прозрачнейший, чистый аметист с изумительной инталией, с вырезанным гербом аристократическим и два больших бриллианта. То есть, понимаете, я и так бы, естественно, на это заработал, но, если они помогают вот своим этим таким антипиарам, не понимая ничего про современное общество, да, то, знаете, я помню, великая Елена Васильевна Образцова, это великая певица советская, российская, мецэ-сопрана, которая очень много работала, ставила юбилей в Большом театре, как режиссер Лена в одном из мастер-классов девочки-сопраны сказала, ну, показывала, как брать верхнюю ноту, и сказала, что вот надо делать так, и здесь еще облегчается и так далее. И она такую фразу произнесла. Зачем работать, если можно не работать? Показывай, как брать верхнюю ноту без сильного, так сказать, напряжения. И вот я вспоминаю, когда вижу придурков, значит, этих, и я вспоминаю вот эту фразу, Ленкину фразу. Что еще? Да, значит, Олег кинул своего мистического адвоката, вы знаете, что, почуяв, там что-то он говорил, что повлияли фазы Луны, потом что-то предал фазы Луны, бросил просто мистику какую-то, сказал, что, может, и мистика повлияла. Ну, про мистику мы сегодня поговорим. В общем, все может быть вообще. Вот. Но, знаете, я считаю, что любой, абсолютно любой адвокат, и не надо там эти красивые словечки, что вот, это только чисто профессия и ничего больше, ничего подобного. Адвокат тоже человек, и прежде всего человек, личность, должен быть, должен быть. И любой, вообще я не представляю себе, до какого нравственного даже не падения, а деградации, каким надо деградатом быть, чтобы согласиться помогать вот этому разложившемуся существу, который, просто представьте себе, уже сейчас как бы без юмора, поймите, что это, этот зверь, это животное, оно не просто убило, стреляло в девочку, вот Соколов стрелял в девочку из обреза несколько раз, и потом еще душил, сломал, сломал шею. То есть, вы, просто представьте себе сейчас это, вот, без моего этого антуража и бокала, представьте, и потом расчленил, разрезал отдельно руки, отдельно ноги, отдельно голову. Вы поймите, это, это абсолютный мрак. С другой стороны, да, конечно, вся мировая история, это я вам уже как историк могу сказать, что, причем, свойства и необычность, и замечательность всех событий мировой истории, это всегда взаимосвязь и диалектическое единство совершенно разных вещей. То есть, и трагедии, и комедии. И вот в этой ситуации, безусловно, мы имеем дело, с одной стороны, не просто трагедии, а с чудовищной трагедией, но, учитывая персонажа, который совершил это чудовищное преступление, мы имеем дело одновременно с какой-то феноменальной комедией, потому что в мировой истории я не могу привести пример вот такого, чтобы нашли в обмоченном виде трясущегося, тварь дрожащую, с двумя руками чужими, причем в мойке, не знаю, Нева, Москва, река, там, Тибор, в мойке, простите, понимаете, в мойке, да. Кстати, там где-то, это буквально в 100 метрах было, где я в 2018 году в День России читал лекцию в колонном зале Юсуповского дворца. Кстати, в Юсуповском дворце начали прибивать, ну, там не сразу, потом добивали Распутина. Вот, ну, давно его надо было, конечно, этого дикаря. Так вот, его час было два заседания, Олег кинул Почуева, сказал, что вроде бы его будет защищать другой адвокат, хотя тут же было сообщено судьей, что вот тот адвокат, которого назвал Олег, он пока как бы не в деле официально, он отказался, в прессе было об этом сообщение. Вообще, я думаю, что Олег не сработает ни с одним, а если начнет работать, обязательно кинет, и он кинет любого адвоката, он подведет абсолютно любого, ему нельзя не доверять, ничего, потому что это поведение Олега, это как, знаете, такая старуха-истеричка, это было всегда, так я об этом предупреждал. Я предупреждал, вы знаете, два с половиной года назад, я говорил, что он окажется в тюремной психбольнице, он там и в итоге оказался. Что еще? Ну, я предлагаю все-таки, знаете, как ученый, я люблю документы, у нас есть уникальные кадры из зала заседания, я думаю, что когда будет уже более серьезная стадия, будет более, так сказать, заседание такие документированные по существу, мы сделаем онлайн-трансляцию для наших, для вас, для подписчиков, где я буду комментировать, как это происходящее, или просто с удовольствием наблюдать за этим, вы тоже можете, так сказать, приобрести, ну, если не такие музейные бокалы, то, так сказать, хотя бы такое достойное шампанское или вино, кто что любит. Так что, ну, сейчас я попрошу, Алеша, можешь включить? Да. Не знаю, видно вам, но потом как-то исправишься. Подожди, вот, вот эти дивные кадры, обратите. Да, ну, видите, я же говорил, брюхата, конечно, брюхата, что, брать что-ли буду? Все мои тезисы полностью соответствуют действительности. Вот обратите внимание, вот что бывает, если гадить мне, нападать на меня и воровать мои научные идеи. Вот посмотрите итоги этой ситуации. Кстати, вообще все, кто мне делали какие-то гадости, ну, или так, иначе шли вразрез с моими идеями, обратите внимание на их, так сказать, форса дель дистина, на силу судьбы. Ну, например, тут буквально только в этом году один картавый поп, такой картавый, который, кстати, тоже, почему-то это самое, Господь не избавил от этого напасть или, может быть, это наказал, он помер, отправился, значит, на повышение. Это один поп, мой оппонент. У одного кремлевского пропагандиста, который так уж кричал про ценности, значит, православной семьи, жена повесилась. И что совершенно омерзительно, не только это чудовищное событие, что не спасли человека, но и то, что пресса, включая псевдолиберальную, такая подонски молчит об этом, понимаете, если не говорить правду, то трагедия будет продолжаться. Вон, замалчивали про Олега, он убил человека, причем, ведь про Соколов было давно все понятно и известно. И это заявление девушки было опубликовано, что он ее, значит, по ее словам избивал, подвешивал за волосы и угрожал, что убьет, и труп закопает, на ближайшей стройке. То есть, уже тогда была идея убить и избавиться от трупа. И дальше прекрасно жить. И Соколов был осужден по уголовному делу, которое было связано с гибелью человека. Вы знаете, это еще до моего рождения, так сказать. То есть, это существо, это чудовище, которое действует и действовало по, ну, я бы сказал, по матрице. Я это называю матрицей поведения, потому что он вот такой вот обнаглевший, обнаглевший, безумно жестокое, жестокое и именно, что наглое, чувствующее, что не должно нести ответственность существо. Кстати, тут еще что-то вякало, я не помню, что он вякал, там в интернете посмотрите, и мне обзвонили вся пресса, значит, как бы прокомментировать, я, естественно, прокомментировал, пиар я люблю, вот, но, дорогие товарищи прессы, вообще все там, судьи, кто и у нас есть товарищи, всерьез слушать вот это существо, этот лгущий, патологически лгущий кусок мяса, ну, это совершенно бессмысленно, его слушать невозможно всерьез, это вы можете там прийти на пруд, на болото, и также слушать кваканье лягушек, там будет больше осмысленного, фактически верного и интересного, так что, но, я повторяю, в наше время пиар это великое дело, конечно, я посмотрел, я полностью не смотрел, меня помощники изучили, прислали как раз вот этот отрывок, я видел только два, где он манерно причесывается, и отрывок, и вот это вот, что вы сейчас показали, нет, еще маленький кусок, где он, ну, это абсолютно вот, наглое животное, он вякает, что у него есть большие вопросы к родителям убитой, вы представляете, это, это чудо, это вообще даже в голове не укладывается, даже моей фантазийной, так сказать, очень с яркой фантазией в голове, это не может вложиться, потому что, какой же дрянью надо быть, насколько надо быть бессовестным, насколько надо быть лишенным вообще всех человеческих каких-то качеств, не только приличных, вообще всех, да, чтобы убить девочку, расчленить, и у нее еще какие-то вопросы к родителям, он должен на коленях стоять всю жизнь до конца, и давно уже, и жить не должен, как при, но ничего там приличного нет, вот, но, там большие какие-то эти фирмы, помощники смотрели, я ничего не смотрел, но вот эти буквально там какие-то, секунд 20, 30, может, 35, которые я видел, ну, я смотрю, значит, он такой, ну, он вообще истерический, но там, знаете, так, тускло, тускло достаточно, потому что все-таки, ну, не отыгрывает, как должен, да, сидят, ну, понятно, этот его феноменальный бывший адвокат, с ним все ясно, ну, даже замечательно, Александра Бакшеева, выдающийся совершенно, я считаю, профессионал, который представляет потерпевшую сторону, и я знаю, просто, я просто знаю, сколько она проделала, колоссальный труд эти месяцы, не только по изучению материалов дела, но и по предотвращению незаконных вещей, которые, к сожалению, к сожалению, могли случиться, потому что я повторяю, что на, что за спиной этого негодяя, там колоссальная поддержка, самая высокая в уровне, вот скоро будет, буквально уже совсем скоро опубликованы серьезнейшие материалы на эту тему, так вот, Александра, она, конечно, молодец, но тоже, но я смотрю, ну, сидит с этими законными бумагами, что-то изучает, ну, нету, как сказать, ну, жизни нету, вот этого вот, бурлеска, вот этого, праздник, вот это, вот это Дольче Витте, а это должно быть везде, потому что, ну, что, жизнь одна, ну, судебный процесс, ну, не судебный, это надо везде так или иначе, поэтому, конечно, меня не хватает страшно, вот, хотя, так сказать, ну, я как бы, ну, что, ну, я считаю тоже, что я, почему, очень даже, у меня уже есть идея, как, так сказать, принять участие, потому что, ну, это, это театрально, это художественно, вы понимаете, это художественно должно быть, ну, ну, нельзя такой случай, по-второму, такому быть и не быть, да, потому что, если даже какой-нибудь, еще мой оппонент, другой, кого-нибудь прибьет и сиганет в речку, это будет не то, не то, потому что не будет того, значит, психбольного артистизма, этого, знаете, тембра, вот это все, безумие вот это, значит, вот этой клоунессы, вот этой Богдановой-Чесноковой, не будет, понимаете, не будет, и надо пользоваться, потому что, если кто-нибудь там где-нибудь в Самаре, в Саратове, в Волгу, ну, это никто не заметит, если что у нас в Волге там плавает, никто не знает, потому что там много плавает, ну, вот, а тут все-таки вторая столица, вот, бывшая первая, и серьезная ситуация, но я, кстати, напомню по поводу того, так сказать, ну, кто плавает, как плавает, вас обманывают, мои дорогие, как вас обманывают с обнулением, с поправками, в магазине, с китайским ведущим, совсем вас обманывают, здесь вас тоже обманывают, Олег никакой, по сути, не историк, никогда им не был, он реконструктор, то есть бегает ряженый, вот, там, у нас полно ряженых в стране, вы знаете, просто ряженый бегает, изображает из себя, не пойми что, у него нет и не было ни одной книги, вот ему 63 года, или сколько там было, значит, ни одной книги, с маркером, или где вот сзади, знаете, сзади книги написано, так сказать, жанр, да, какое издание, нет ни одной книги, где написано либо монография, либо научное издание, написано либо популярное издание, либо вообще ничего не написано, поскольку издавали на деньги, там, брата, жены Лужкова, который потом сел в тюрьму по уголовному делу, это все, так сказать, органичная ситуация, вот, и так далее, в отличие от меня, то есть, собственно, что Олегу снесло окончательно крышу, он уже, в общем, давно был такой, но что окончательно снесло, это зависть, Олегу снесла крышу зависть, потому что, когда он увидел, что человек, который в два раза младше его, написал капитальный труд, который полностью отменяет всю его жизнь, понимаете, бездарную, ничтожную, вот этого доцента, нищего, без имени, потому что он даже, будучи, уже играя во все патриотические, так сказать, штучки, уже обожая Путина на словах как только угодно, да, и выслуживаясь перед этим деканом, который, так сказать, у него с русским языком, простите, не очень хорошо, с моей точки зрения, выслуживаясь перед всеми, перед всеми выслуживаясь, в 63 года был всего лишь в статусе доцента, то есть, он даже не на псевдопатриотил, на профессора, то есть, позорище, да, вот, и перестанет, кто-то там профессором называет, ну, слушайте, это тоже может быть как личик, конечно, но это надо быть точнее, так вот, Олег никакой не историк, никакой не ученый, когда он попытался что-то сказать не про пуговицы, не про униформу, не там, это не справочник, который ни один он писал, а там много работали, потом вдруг его имя одно появилось, справочник, это не монография, не научное издание, так вот, когда он попытался что-то написать, он стал, естественно, воровать идеи, и стал воровать в том числе у меня, то есть, конечно, это правильно, что правильные идеи, да, но совершенно неправильно, что сначала украл, а потом еще и пытался отнекиваться, и потом, вот знаете, вот эта идея расчленения, обратите внимание, в переиздании его бредятины про Аустерлиц, в книжке, которая вышла в конце прошлого года, там он подло, обманывая вас всех, меленько, просто вырезал те слова, которые мы с ним оспаривали в авторстве, понимаете, то есть, таким образом, он полностью признал, как говорил, ну, это на самом деле древнеримская сентенция, но Вышинский тоже это использовал, чтобы признание царицы доказательств, вот Олег фактически сам признался, что украл мои идеи, просто вот физически вырезал, я даже, вот есть ролик в интернете, на канале Здравосмысла, где мы показываем скрины одного издания и второго, да, это помимо того, что любой из вас может понять, что если я опубликовал в 2001 году, в 2001 году текст, а он в 2004, а в другом издании в 2012, то три года и 11 лет, ну, простите, понятно, кто автор, значит, идеи, это первое. Второе, здесь не нужно никаких, так сказать, ни экспертиз, ни судов, но еще есть экспертиза Академии наук, где прямо выдающиеся умы, как из Института истории Людмила Колодникова или профессора Баранов лингвиста, они прямо накатали колоссальные вот такие исследования, где все это доказывали, ну, это, конечно, очень мило и правильно, но я считаю, что можно было обойтись просто фактом и логикой, ну, уж как есть, так есть. Короче говоря, я разнес его по всем фронтам, конечно, и тот, кто перестал быть министром, и те, кто полностью опозорились в СПБГУ, и его эти ряженые гопники, они меня, естественно, еще больше ненавидят, потому что я оказался полностью прав, да, у нас ведь мстят за правоту, мстят тем, кто оказался прав, в этом и подлость, да, вот, и они, конечно, сейчас, поскольку я абсолютно располагаю всей информацией, что происходит, неужели вы думаете, что я не располагаю? Я располагаю абсолютно всей, то есть досконально всей, да, и они даже не понимают, до какой степени у меня везде есть, так сказать, поклонники, уши, и не только. Они сейчас тоже готовят возмездия, отомщение, ну, пусть посмотрят на Чаплина, пусть посмотрят на Соколова, пусть посмотрят на кремлевского пропагандиста, вот, который, так сказать, у которого повесилось и так далее, и подумают, нужно ли им продолжать или не нужно. Мне еще прислали, ребятки, фото, фото того, кого Олег вроде бы назвал, что вот это будет адвокат, не знаю, это они того нашли или не того, потому что, по-моему, какой-то совершенно неизвестный, вроде молодой, такой блондин, высокий, очень, по-моему, рыхлый, с гинекомастией, не знаю, по-моему, он не сможет его как-то серьезно защитить. Вообще, Олег не защищаем, то есть, вы поймите, Олег не защищаем. Есть один, конечно, один, так сказать, гениальный оратор, который мог бы что-то изобрести, но ой, не знаю, ой, не знаю. вот, ну, что вам еще сказать, что вам сказать, москвичи, и не только на прощание. Да, вот что важно, многие из вас хотят каких-то, знаете, ну, не только скучно научных вещей, но и мистических, да, их есть у меня, так случилось, уж не знаю, почему, опять-таки, форса дель Дестина, судьба, несколько лет назад, по-моему, в одиннадцатом году, я снимался, знаете, просто я чего только не делал, я и пел, и ставил, как режиссер, и, все мои научные труды, вы знаете, ну, такая шутка-гений, снимался и в кино, и в том числе в роли офицера, и в сериалах, когда это достойная роль, допустим, я сыграл режиссера, то есть фактически самого себя, мою вторую профессию, и вот по сюжету двух серий, там все по новеллам, вот, ну, я это, сами не смотрю, эти сериальчики, вот, но, как шутка-гения, пожалуйста, значит, по сюжету двух серий внутри сериала, телесериала «Паутина на НТВ», в 2011 году я играю режиссер, и там на моей съемочной площадке, по-моему, у кого-то из моих актеров или у кого-то, ну, совершается убийство, он совершает преступление, так вот, сюжет и текст, вы знаете, что интересно, текст, сам текст, который был в этом сериале 9 лет назад, который озвучен, который видела вся страна, я уже про него забыл, поскольку много было событий, вот, это настолько точно почему-то, не знаю почему, передает то, что произошло вот в ноябре прошлого года с Олегом, что, ну, уж я не знаю, как это комментировать, то есть, да, это мистика, но я абсолютно ублюден, естественно, что, как и любой мистики, есть и это научное, материалистическое объяснение, я его пока не нашел, но мы должны помнить, мы должны помнить, что когда-то мы не знали электричество, когда-то мы не понимали строение, так сказать, что там происходит в космосе и галактике, ничего не понимали, сейчас мы все понимаем, и поэтому просто, как бы, ученые будущего это все как-то объяснят, вот, или опять перевозбудиться, почуя, но так или иначе, что еще хочу сказать относительно и Олега, и вообще ситуации, вы понимаете, вот считается, что мировая история, там кто-то говорит про народ и массы, кто-то про великих людей, я хочу сказать так, что, да, конечно, мировую историю двигают только великие люди, ученые, политики, полководцы, философы, и это так, и, конечно, настоящая история, это история не, там, алкашей из пролетариата, и тем более, не того обезьяника, перед которым сейчас левый быдло встает на колени, а история, это, безусловно, история великих людей, которые создают, да, вот что такое мировая история, это те, кто создают, такая тема противостояния, личность, да, и те, кто мешают, коллектив, коллектив, и вот, я бы сказал так, что, по не качеству, а количеству, мировая история, это отнюдь не история выдающихся людей, и гениев, и ученых, а это история, простите, идиотов, потому что большинство, ну вот, миллиарды, миллиарды, это, конечно, идиоты полные, да, и в этом смысле историк, вот, например, я, конечно, это исследователь не только гениальных личностей, как император Наполеон, но и вот вынужден изучать социологически, антропологически, статистически, вот, в общем, общую массу, то есть идиотов, и я, как ученый, знаю, безусловно, все это от начала эволюции, через уже, так сказать, какие-то относительно письменные источники, шумер, акад, и дальше, и дальше, и дальше, но я повидал много идиотов, но такого идиота, как вот наш, значит, этот, пациент, да, это я не встречал, и вы знаете, по моему большому опыту ученого-историка, я полагаю, я полагаю, что не встречу, да, больше, да, полагайте, откуда это, полагайте, что все это следует шить, а это песня замечательная советская, ну вот, и что, сейчас, сейчас вы чуть позже увидите, отрывок из телесериала «Паутина» за 2011, страшно сказать, 2011 год, я думаю, что даже у вас будет дрожь от того, насколько все совпадает, там еще мои ребятки очень смешно подмонтировали один мой момент в подъезде, и, так сказать, всем вам известны эти ночные кадры, вот, но я хочу еще сказать, прежде чем мы закончим, и вы посмотрите эту мистику, эту документированную мистику, да, что вот Маркобес и Веруны могут это использовать, кстати, в своих интересах, дорогие мои, я хочу обратить внимание, просто это не связано никак с темой Олега расчленения, просто воспользуюсь этим эфиром, чтобы отдельно не записывать, просто не поберечь энергию, значит, всем советую обязательно прочитать статью Марка Солонина «Красный и черный», «Красный и черный», блестящая статья, короткая, блестящая, очень важная, не только в плане актуальных сегодняшних событий, когда дикари во всем мире наступают, да, на людей, но и она будет актуальна и завтра, и пусть завтра, это то, о чем я кричу все вот последние годы во всех интервью, я написал миллион статей на эту тему, и вот еще одна вышла у моего коллеги, вот я хочу, чтобы вы прочитали Марк Солонин «Красный и черный», естественно, как только личность написала что-то дельное, коллектив, то есть грязь, на личность напала. И оказывается, есть некая, что это, его, его, я не знаю, короче, какой-то организации каких-то недовольных, вольных крепостных историков, которые ему фут-ты-нут-ты вынесли личности, которого все знают, а они там все без имени, вынесли предупреждение, что они его исключат. Ну, естественно, блестяще самых послал на все четыре стороны, написал им, значит, что он в тоталитарных организациях, где нет места, диалогу не состоит, просто не надо было вступать, была его ошибка, я вот, я, например, нигде не состою, потому что ни одна шваль мне не может вынести какое-то, знаете, там, предупреждение, что это будет мне ноунейм, и шваль выносить что-то, вот, а он зря, так сказать, вступил, вообще, ученый, историк, мыслитель, он не должен быть ни там в кружке по фото, ни в кружке прижеки, ни в какой-то крепостной организации советской, он должен служить исключительно интересам науки, и не должен ни перед кем отчитываться, тем более советоваться с теми, кто интеллектуально ниже его тапочек, вот, и, но что показательно, что симптоматично, как оказалось, вот, меня написали знакомые, оказывается, в этой организации, которая не допускает плюрализма мнений в науке, которые душат все живое, там одним из главных, так сказать, запивал через И, запивал работы, еще один Соколов, еще один Соколов, тоже с рожей, похожей на туалетный ёршик, да, и он, не читая мои книги, тоже пытался что-то такое вякать в поддержку и используя бредни Олега, то есть, убийца-рочленителя и того, кто украл мои концепции, видите, как все связано, то есть, один Соколов напал на меня, и он в тюряге, вы видели, мы тут отмечаем это шампанским, другой пока не в тюряге, но, так сказать, я думаю, что кончит очень плохо, ну, а что кончит, он уже живет в полном дерьме всю жизнь из такой физии и ничего, так сказать, серьезного в науке не сделает и так далее, и вот прославился только тем, что он в этом кружке состоит, откуда так эффектно вышел выдающийся исследователь Солонин. Так что, обязательно почитайте вот это красный и черный, там будет маленький совсем текст, но очень дельный. Это то, о чем я и тоже и в блоге на Эхи Москвы я писал, и в блоге в МК, и в тысячи моих интервью про то, что вы поймите, ну, надо разъезжаться, мы очень разные, и никогда мы с варварами не уживемся, будет только теракт, и ужасы, и погромы, и так далее, и так далее. Вот, что я вам хотел сказать. Сейчас вы будете смотреть очень мне невыгодный отрывок, потому что я всегда за то, что все можно объяснить материалистически, да, но здесь действительно в чистом виде мистика, да, в чистом виде. Так что, мои дорогие, я вас всех поздравляю с тем, что лето, действительно, вот сейчас я гуляю, вступил в свои права, лето изумительное, потрясающие красоты, сейчас гулял вечером, и акация, белые акации, грозди душистые, как песни. Это я стоял, не мог отойти полчаса, фантастический совершенно аромат и красота, и надо сейчас, гуляйте сейчас, не упустите, вот эти первые дни лета, начало лета, изумрудная зелень, изумрудная, потому что потом она уже не, она будет другого оттенка, потом постепенно, постепенно, и будет уже в том виде, как вы видели, значит, на кадрах, вот уже все опадает. Гуляйте сейчас, мои дорогие, и смотрите то, что вы любите, мистику, ваше здоровье. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы, насколько я понимаю, из милиции. Совершенно верно. Это ваш гроб? В некотором смысле слова, да. А когда он пропал? Он пропал вчера. Накануне у нас была ночная смена, все отсыпались. То есть, людей, которые его вынесли, скорее всего, никто не видел. Нет. Дело в том, что, когда мы сняли руки крупным планом, это должна быть точно такая же татуировка. Понимаете, когда он работал над материалом, то знакомился с разными людьми. Вы что про него знаете? Может быть, у вас есть его адрес, телефон? У меня только телефон мобильный. Наверите, пожалуйста. Вы знаете, я думаю, что он не ответит, потому что два дня уже не отвечает и к домашнему не подходит. не дай бог запил. Ну вот, как я и говорил, гудки. Вот, то, что вы просили, точный адрес и номер. Большое вам спасибо. До свидания. Только я вас очень прошу, если вы вдруг там его застанете, передайте, чтобы он немедленно с нами связался. Это очень важно. Непременно передам. Укрупнить сможешь? Попробую. Он потом в сторону побежал и вот как раз оглянулся. Нашли на дне реки. Да что вы. Доигрался, значит. В каком смысле? Я ничего про это очень не знаю. Только слухи. Извините, я должен идти. Дела? Да, конечно. Спасибо вам. Смотрите, готово. Ничего себе. Ух ты. О, вот это я понимаю. Глубочайший интеллект, невероятная смелость, внимательность и, в общем, какая-то совершенно потрясающая индивидуальность. Евгения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok